Олег Александрович, расскажите, пожалуйста, какие преимущества получит непосредственно район в результате формирования городской округ? Вы знаете, преимущество, наверное, самое главное – это понятность власти. Потому что сейчас люди иногда недопонимают, куда им обратиться. Так как полномочия разделены, они просто-напросто не знают, куда идти. Приходят в городскую администрацию, их посылают в районную администрацию. Из района могут в сельскую администрацию, поэтому понятный вертикаль власти – это самое главное преимущество. Плюс, конечно, экономия бюджета – это деньги, которые будут потрачены на благоустройство, на дороги. Это порядка 50 миллионов в год сумма, которая остается у нас от сокращения как раз числа чиновников. Это, пожалуй, наверное, два самых главных преимущества, которые мы видим от преобразования. А какие органы власти будут упразднены, скажем так? Ну, вы знаете, будет упразднено пять администраций. Это четыре сельских администрации, одна городская администрация. То есть останется одна администрация городского округа. А на местах, допустим, для сельских жителей, интересуют их, на местах что останется? Им нужно будет идти в район, обращаться всегда? Или они по месту жительства, в том же самом селе, могут обратиться с каким-то определенным вопросом? Конечно, доступность власти останется такой же. То есть будут теруправления созданы, в каждом поселении будет, соответственно, представитель органа власти, который будет принимать население, который будет общаться, будет неким модератором между сельскими жителями и властью, которая находится в городе. Соответственно, для человека ничего не изменится. Он также будет приходить в те же кабинеты, в которые и приходил до этого. А скажите, льготы останутся? Конечно, конечно. Льготы останутся без изменений. То есть человек, сельский человек, который имеет льготы, деревенский житель, он ничего не потеряет. Абсолютно. Также вот интересует вопрос, да, изменятся ли тарифы ЖКХ после объединения, сохранится ли бесплатный проезд на общественный транспорт? Да, все сохранится, и льготы сохранятся, и льготы на тариф, на проезд сохранятся. То есть все будет без изменений, повторяю. Еще вопрос. Когда планируется закончить уже объединение в городской округ? И вот какая работа уже проведена на данный момент? Вы знаете, ну начну, наверное, с того, когда планируется закончить. Но это будет следующий год. Возможно, это где-то середина следующего года. Работа проведена уже достаточно большая. Но самое главное в этой работе, итог этой работы, это то, что все, без исключения депутаты, всех советов и городского, и совета в поселениях, все единогласно поддержали инициативу. То есть ни одного человека, ни одного депутата не было против. То есть это очень важный результат. То есть люди понимают, то есть люди, избранные жителями, понимают, что объединение – это хорошо. Хорошо. Хорошо.